Сегодня мы поговорим о кистях, которые лучше всего подходят для работы с акриловыми красками. Разновидности кистей натуральные, белка мягкая, но быстро, съедается, акрилом подходит для лисировок, прорисовки мелких деталей, колонок более упругая, чем белка подходит для более широкого спектра работ, но требует тщательного ухода, щетина жесткая, подходит для создания факторных эффектов. Синтетический нейлон, практичный и доступный вариант, хорошо подходит для работы с акрилом. Другие синтетические материалы могут обладать специальными свойствами, например, повышенной упругостью или мягкостью, уход за кистями, тщательно промывать после каждого использования с мылом и теплой водой, хранить в вертикальном положении, в проветриваемом месте, использовать специальные средства для ухода за кистями. Размер и форма кистей. Размер зависит от масштаба работы. Форма влияет на характер мазка. Дополнительные материалы – мастихины для работы без кистей, создание факторных эффектов. Газеты и бумагу можно использовать для формирования и хранения кистей после мытья, влияние пватемперы на кисти. Пватемперы могут негативно влиять на кисти, делая их жесткими. Для работы с пватемперой рекомендуется использовать отдельные кисти. Благодарю за внимание, до новых встреч!